Здарова, домкраты! С вами Алексей Семилетов. Сегодня мы с вами научимся делать гиперэкстензию во всех ее вариациях. Если вы еще не подписаны на мой канал, то рекомендую вам сделать это прямо сейчас, чтобы не пропустить новые обучающие видео. Гиперэкстензия, или как ее еще называют, наклоны через козла, является важным инструментом в тренировке тяжелоатлетов. Во-первых, данным средством можно укрепить важные мышечные группы, участвующие в классических движениях, рывке и толчке. Во-вторых, данное упражнение можно и нужно использовать в качестве разминки в начале тренировки, чтобы избежать травм и хорошо прогреть крупные мышечные группы. Это разгибатели спины и всю заднюю поверхность бедра. Гиперэкстензию можно выполнять как в статическом режиме для укрепления глубоких слоев мышц, так и динамических для развития и роста мышц. Данное упражнение можно выполнять с отягощением, а именно со штангой на плечах. Разберем по технике, как правильно в одиночку научиться помещать снаряд на плечи. Возьмите гриф средним хватом или чуть шире толчкового. Как можно ниже наклонитесь, чтобы ваш затылок оказался позади грифа. Одним мощным движением, не поднимая головы, потяните штангу на плечи и одновременно с этим напрягите спину, поднимая корпус. Если вы все сделали правильно, то штанга должна находиться в районе трапеции или чуть ниже в сторону лопаток. Крепко держа снаряд, начинайте подъем корпуса. В конце подхода скиньте штангу на помост, убирая голову, то есть подбородок прижмите к себе и скидывайте штангу на помост. Данное упражнение я рекомендую выполнять для развития мышц спины и задней поверхности бедра. По 8-12 повторений в 4-5 рабочих подходах. Новичкам стоит учесть, что гиберэкстензия с весом очень хорошо грузит и утомляет мышцы, следовательно делать его каждую тренировку нет смысла, нужно давать восстановиться мышцам. Поэтому одного раза в неделю работы с весом достаточно. Остальные дни данное упражнение отлично подходит для разминки, выполняя его без штанги. В статическом режиме я рекомендую выполнять данное упражнение сериями от 30 секунд до 1-2 минут, в 2-3 подходах. Данный режим отлично подходит для профилактики межпозвоночных грыж и протрузий. Благодарю вас за внимание, друзья! Всем желаю здоровья, удачи и новых рекордов!